Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли выдающаяся балерина, народная артистка Советского Союза, член художественного совета балетной труппы Большого театра, ну и юбилярша Марина Кондратьева. Приветствую вас. Спасибо большое, что вы к нам пришли. С днем рождения. Спасибо. На сайте Большого театра есть несколько ваших самых первых фотографий, первых ролях. Это Маша из Челкунчика, это Золушка. Но путь, который предстоял вам пройти до того, как станцевать эти замечательные роли на сцене Прославного театра, он, наверное, был очень долг. Как ленинградская девочка, родившаяся до блокады, оказалась в этом волшебном мире? Я просто хочу начать с того, что я действительно родилась в семье, где никто не имел никакого отношения к искусству. Семьи ученых. И мой папа, мама, они работали в институте, в политехническом институте в Ленинграде. И я была как бы окружена вот этими замечательными людьми, которые занимались наукой. Началась война. И институт, политехнический институт был переправлен в Казань. И туда вот уехали все родственники. И уехала я, мама, брат мой. И жили мы в Казани. Там был домик такой небольшой, куда поселили семью Кондратьевых, семью Семеновых. Он ныне лауреат Нобелевской премии Николай Николаевич Семенов. Юлия Харитона, который... В общем, все знают эти фамилии. Прекрасно знают. Замитый ядович. И мы жили вместе все. И там... Я просто вот такую немножко предысторию того, что я сейчас нахожусь в такой замечательной семье искусства. И мы даже тогда, в то время, когда было очень тяжело и было голодно, вот этот город Казань, туда приезжали... Там очень было много госпиталей. И туда приезжали все раненые, эвакуированные с фронта. И лечились там. И вот я не знаю, каким образом, но вот жена Николая Николаевича Семенова, Наталья Николаевна, она еще по детскому садику, когда я жила в Ленинграде, я у нее там занималась музыкой. Вот. И она говорила, ну ты, может быть, что-нибудь сыграешь, а я спою. Дочка у нее, милочка тоже, которая очень хорошо пела. Наталья Николаевна, она играла на рояле. И я не играла, я танцевала. Причем я просто так, я выдумывала, выходила вот на сцену, там делались так. Мы приходили в палаты, там составляли столы, вот. И на этих столах вот я танцевала. Что я там танцевала? Какие-то русские, что-то я там, то с платочком, то с какой-то шаг. У вас были самые-самые благодарные зрители. Да, и вы знаете, это просто было... Там лежали больные, которые вот только-только приехали, которые уже немножко выздоравливали. Но вот это вот ноги, подвешенные руки, вот ужасно. Но, вы знаете, я... Они с такими улыбками нас встречали. И вот врачи говорят, госпиталя, вы знаете, сколько вы... Вы их сегодня вылечили гораздо больше, чем мы их лечим. Потому что вот это состояние, настроение такое, для них это очень важно. И мы, вы знаете, мы стали ездить по этим госпиталям. Семь лет мне было. Вот. И тогда вот какие-то начались разговоры, что... Вот Николай Николаевич Семенов говорил моему маме с папой, что... Ну, а почему вот девочка, которая так любит балет, которая, в общем, даже в такое время, и вот сейчас она одна, ни с кем не занимается, она все время танцует. Надо ее все-таки... Давайте повезем ее... Уже было известно тогда, что институт будет в Москве, перевезен в Москву. Давайте повезем ее в Москву, чтобы она поступила в хореографическое училище. Ну, мама с папой как-то на это так совершенно индиферентно к этому относились. Ну, пускай поедет. И вот Николай Николаевич меня взял тогда с собой в Москву. Такой Абрам Федорович Йофф, который как бы их учитель был вот этой плеяды ученым. Сейчас институт носит его имя. Да, да. Он дал разрешение на въезд в Москву. Я поехала с Николаем Николаевичем Семеновым, мы приехали в Москву, остановились в гостинице «Москва». И пошли в валетную школу. Он меня приводит и говорит, вот девочка, которая все время танцует, которая хочет учиться. Он говорит, я все понимаю, но, понимаете, у нас нет мест. Вот на будущий год, пожалуйста, приезжайте к нам, и мы с удовольствием вас примем. Будем знать, чтобы вы, так сказать, не остыли от этого желания. Вот, ну, мы ушли обратно, и берем ключи свои, в свои комнаты. И вдруг эта женщина говорит, вы знаете, а вот рядом с вами остановилась, из Питера, из Ленинграда приехала женщина. Она приехала на свидание с сыном своим, сын после ранения, и вот она приехала повидаться. И это ее фамилия Ваганова. А Николай Николаевич говорит, а я знаю. Я ее знаю, как же я ее видела в театре. Вот судьба, фантастика. И вот, значит, и мы тогда постучались робко, вошли. Ну, значит, они поздоровались, они как-то оказались... Они не были знакомы так вот лично, но знакомы были... Да, знакомы были, вот, он знал фамилию Ваганова, она знала фамилию Семенова. Вот, и тогда, значит, она... Ну, в общем, мы рассказали, что нас не приняли, что, значит, на будущий год. Она говорит, девочка, пройдись. Я так прошлась, я-то вообще никогда ничего не занималась, не видела ничего, не видела ни одного балета никогда. Вот я прошлась, она говорит, ну что ж, девочка тоненькая, пойдем. Взяла меня за руку и повела меня в училище. Прямо вот тут же, прям, ей отказать никто не мог. Поразительно. Это поразительно, тем более, что вообще фамилия Семенов и Семенова играет в вашей жизни огромную роль. В том-то и дело. Ваш педагог Мария Тимофеевна Семенова и ее ученица, ученица Ваганова. Которую я никогда не видела, никогда не знала. Конечно. Поразительно. Почему я это поняла, вернее, поняла. Через год, по-моему, или через полтора, она приехала, Грибельна приехала в Москву на, по-моему, какой-то экзамен, на экзамены на наши. И я ее в канцелярии встретила. Я так подошла к ней робко, ничего не подозревая, Грибельна, Я вам так благодарна, спасибо большое. Я занимаюсь, я стараюсь изо всех сил, чтобы только вас не подвести. Я, в общем, страшно вам благодарна. Я говорю, я Марина Кондратьева. Она так меня смотрит. Ты Кондратьева? Ты не Семенова? Я говорю, а как же так? Да, я говорю, это мой родственник Семенов Николай Николаевич, а я просто с ним приехала. Так получилось, что я Марина, а он Семенов. Ах, вот оно в чем. И она, наверное, так немножко улыбнула и засмеялась. Ну что ж, говорит, ну что ж, я тебе желаю тогда успехов, давай, не подвози. И вот так вот нас, я стала понимать, почему, так сказать, даже я не тогда поняла. Так быстро она составила протекцию, да? Да, я даже не тогда это поняла. Я уже потом, когда даже вот меня стали спрашивать, как ты попала в театр, как у тебя, как в школу, какие вот... И я стала так вспоминать, и думаю, а это же ведь наверняка было, потому что она думала, что я, моя фамилия Семенова, зовут меня Марина, а это же была ее любимая ученица. Потрясающе, замечательно. Я никогда не думала, что я попаду к Марине Тимофеевне в класс. Я никогда не думала, что я буду с ней работать всю свою жизнь. Удивительная женщина, замечательный педагог, прекрасная балерина. Я знаю, что она в середине 30-х годов, Мария Тимофеевна, была в Париже по личному приглашению не кого-нибудь, а тогдашнего руководителя балетной труппы, Сержа Лефаря. А она рассказывала об этом? Она ведь даже с ним танцевала. Она танцевала с ним «Жизель». Она мне рассказывала. Когда мы с ней делали «Жизель», она как раз мне рассказывала. И так... Ну, там было так немножечко... Когда я говорила, что «Ой, Марина Тимофеевна, я не хочу с таким партнером танцевать», она говорит, что я с Лефарем танцевала и молчала. Я почему спросил, это довольно редкий случай, когда советские артисты выезжали тогда... По-моему, вообще тогда, да? Конечно, тогда потом рухнул «Железный занавес». Это вот тогда, когда рухнул он. А это же было гораздо раньше. Я об этом и говорю. То есть это случай уникальный абсолютно. У вас были такие партнеры, у вас были такие замечательные хореографы. У меня замечательные партнеры были. Касьян Галиизовский называл вас утренним розовым облачком. Вот это ваше романтическое как появление, так и упархивание со сцены, которое многие назвали почти незаметным. То есть ваше появление на сцене невозможно было не заметить, а как вы появлялись и исчезали, как будто это в сказке происходило. И вот что это за направление в балете, романтический танец? Мне кажется, сейчас это так редко бывает в высшем проявлении этого слова. Я никогда с ним не работала. Но в своей книжке он написал, если нужно было кого-то назвать музой... Терпсихорой. Терпсихорой. То я назвала этой музой Марину Кондратьеву. И я вот стала думать, почему? Я знаю, что он очень много был на моих спектаклях. Я его немножко так знала даже в жизни. Почему он не настоял, чтобы со мной работать? Потому что в то время я была совсем еще молодая, я только-только пришла в театр. И когда он делал свои замечательные концерты, ставил на молодых исполнителей, именно на молодых девочек он ставил замечательные... У него были и вальсы, и ноктюрны были. Но вы знаете, и вот повторить это уже никто не мог. Вот если он поставил на меня, то даже так, как он поставил, если кто бы, какой бы ни был талантливый человек, бы не танцевал, уже был другой бы номер. Он настолько использовал... Индивидуальность. Индивидуальность каждой, да. Каждой танцовщицы. Ваш партнер по сцене, великий Марис Лиепа, говорил своему сыну, когда Андрис сделал первые шаги, если у тебя какие-то неприятности в жизни, в быту, что-то не получается, подойди к станку, начни танцевать, и все это пройдет. Как вы считаете, эти слова дорого стоят? Эти слова дорого стоят. Я еще могу к ним прибавить еще очень дорогие слова, если кто-то их понимает правильно. Я подружилась с Ниной Тимофеевой, когда она приехала в Москву и стала работать в Большом театре. И стала работать с Галиной Сергеевной. Она когда пришла в театр, надо было где-то сидеть, чтобы гримироваться. И у меня был такой небольшой столик. Я говорю, вот садись за мой столик, и мы с тобой здесь вместе спокойно живемся. В общем, мы с ней год, наверное, так сидели за этим столиком. Потом ее взяла Галина Сергеевна. У меня была своя уборная. Галина Сергеевна Уланова взяла ее в свою комнатку. Там была очень маленькая комнатка, стояло два столика. Говорит, вот это твой столик, это мой. Вот они там, какое-то время Нина была с ней. Потом мы с ней продолжили дружить. Она говорит, Галина Сергеевна, можно со мной моя подруга придет сюда? Она говорит, ну если тебе не тесно будет вдвоем, ради бога, пускай. И мы с ней долгое-долгое время, практически до конца, пока Нина не ушла, мы с ней были вместе в этой уборной. И вот к чему я это рассказываю? Я сижу как-то в этой уборной, вот сижу одна, и очень мне что-то... Я плачу. У меня что-то случилось в личной жизни. И вот я сижу и плачу. Входит Галина Сергеевна, Машенька, что с тобой? Я говорю, да нет, Галина Сергеевна, ну все нормально, вы меня извините. Ради бога, я сейчас уйду. И мы всегда очень, так сказать, как-то себя вели так сдержанно, когда она приходила. Я говорю, нет-нет, я уйду. Она говорит, нет, Маш, ну что такое, как можно вот так сидеть одной и плакать? Что случилось? Ну ты мне расскажи. В общем, она мне долго спрашивала, я ей рассказала. Она говорит, Маш, ты знаешь, сейчас хочу я тебе, сейчас будет очень легко. Я говорю, вряд ли мне будет легко. Такое стало ей. Она говорит, вот послушай меня, тебе, у тебя большая жизнь перед тобой. Ты только-только начала танцевать, да? Вот ты станцевала Марию в Батерельском фонтане, да? Теперь смотри, у тебя есть Жизель, у тебя будет Ромео и Джульетта. Вот тебе сейчас плохо? Вот запомни свое состояние. Вот запомни это, что ты потом перенесешь его на сцену, и зрители будут тебе благодарны за это. Вот это вдобавок к тому, что действительно, вот балет, театр, он действительно, это вторая жизнь. И вот это вот как бы на весах, понимаете? Что, чему помогает? Наверное, все-таки театр действительно помогает и в жизни, и в здоровье даже. Марина Тимофеевна очень часто, Марина Тимофеевна Семеновна очень часто говорила. Я говорю, мать, я не могу репетировать сегодня, у меня нога болит. Приходи в класс, все пройдет. Это примерно вот такие слова. Как повезло вашим ученицам. Они слушают вас, они выполняют то, о чем вы их просите, и после этого они блистают на сцене Большого театра. Да. На сцене, где 8 февраля будет ваш юбилейный спектакль, и это замечательно. Вы, Марина Викторовна, принадлежите к поколению тех мастеров балета Большого театра, чье высокое и в самом прямом смысле этого слова беззаветное служение сцене несбываемо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мне совсем не хватило 15 минут. Извините. В следующий раз мы с вами еще поговорим. Хорошо. Спасибо. Выдающаяся балерина, народная артистка Советского Союза Марина Кондратьева сегодня в главной роли. Спасибо.